Друзья, всем привет! Сегодняшний видеоролик это как некая исповедь владельца HyperOS, ну или же другими словами я вам расскажу, что за почти год я понял о новой оболочке HyperOS. И вообще выскажу свое мнение о том, куда она идет, что в будущем ожидать, и если у вас есть как бы еще до сих пор колебания обновляться или нет, также выскажу вам свое мнение об этом. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Я так понимаю, что видеоролик будет достаточно долгим, потому я вам рекомендую набраться терпения, ну и соответственно это видео будет у нас разбито по разделам, которые конечно же я подпишу в описании под этим видео, и вы будете видеть вот все эти блоки по этому видео. Давайте пожалуй начнем с самого первого такого момента, это ожидание вот этого обновления. В целом, как вы помните, оболочка MIUI, она всегда имела какие-то проблемы. Проблемы касались там, ну многих моментов, многих там, скажем форматов, и вот разработчики нам выпускают HyperOS. Это произошло получается, да, как бы так, на глобальном рынке некоторые аппараты только в этом году получили, какие-то аппараты получили еще где-то в октябре-ноябре прошлого года. Так вот получается, что мы с вами имеем. Разработчики красиво нам так все рассказали о новой прошивке, что вот она там выйдет, улучшит смартфоны, ну и тому подобное. Все было красиво, знаете, так на бумаге, и когда я делал первый обзор еще на примере китайки, у меня почему-то были определенные такие ощущения и сомнения, что в глобалке разработчики могут накосячить. Они как бы так осячат на глобальных прошивках, ну в принципе-то из года в году, и эта вся история была стандартной. И вот когда выходит первое глобальное обновление, и помимо этого также я был немножечко в неком недоумении от того, почему это так произошло. И я это клоню к тому, что я был действительно удивлен именно в положительную сторону, как это все было реализовано. Так вот получается на бумаге рассказано было очень много всего, что добавление там кучи фишек, ну и тому подобное. Опять же, я не буду останавливаться на конкретных каких-то там фишках и рассказывать вам о них еще раз. Кому интересно, кстати, на канале есть две части о всех фишках HyperOS, именно глобальной версии, в которых вы можете это все найти и посмотреть. И вот получается, приходит обновление, действительно оно меня лично в первом таком варианте порадовало. Но это, как вы понимаете, было такое начальное мнение, и дальше что у нас меняется в плане пользования, когда уже эту прошивку я начал тестировать. Следующий наш с вами раздел это оптимизация. Да, получается оптимизация, в принципе, в зависимости от смартфона, она будет отличаться. Если у вас там очень дешевая какая-нибудь бюджетка по типу Redmi 13C, но там как бы не стоит ожидать, что это устройство будет работать на все деньги. Если у вас там, допустим, не знаю, Xiaomi 14, вот допустим, как Poco F6, как вот у меня в данном видеоролике, то, в принципе, тут стоит ожидать чего-то такого более-менее. Если у вас устройство среднебюджетного уровня, ну, допустим, там Redmi Note 13, 13 Pro типа такого, ну, как бы там тоже могут быть определенные вопросики к оптимизации. Опять же, я буду затрагивать только то, что я мог использовать и где я смог застать HyperOS. Если мы возьмем, к примеру, предыдущее поколение Poco F5, я там успел HyperOS застать, но хочу сказать, что мне там понравилось, как это все работало. И в плане оптимизации, и быстродействия, ну, и всего остального. И да, если мы с вами возвращаемся опять к устройству, которое будет более побюджетнее, там не стоит ожидать прям супер в оптимизации. Многие пользователи, что в комментариях в YouTube, что в Telegram пишут, что система не оптимизирована, система лагает, ну, и тому подобное. Да, это было в первых обновлениях. Разработчики даже это признавали, собирали полный список там всяких проблем и пытались это устранять. Частично какие-то проблемы были устранены, к примеру, обновлением вот рабочего стола, как на Poco смартфонах, так и на Xiaomi смартфонах. Некоторые проблемы были устранены с помощью новых обновлений, которые выходили позже. Ну, и в принципе, если вот давайте мы придем от того, что было там еще в том году в плане HyperOS и оптимизации, когда там были определенные вопросы, там лаги, фрезы и тому подобное, и приходим к тому, что есть сейчас. И, допустим, опять же, на примере того же Poco F6, то я могу сказать, что разработчики действительно сделали шаг вперед. И, допустим, этим же аппаратом можно нормально пользоваться. Так же, как можно пользоваться и Redmi Note 12S. Да, у меня также есть возможность этот аппарат немножечко так понасиловать в плане прошивок. И я как бы там могу сказать, что тоже заметно большая такая разница, в отличие от того, что было изначально в первой прошивке. Ну, понятное дело, что когда мы с вами обновляемся, когда мы с вами уже почувствовали оптимизацию, и дальше у нас приходит такой вопрос, что же по поводу автономности. Вообще, в принципе, ну, как бы принято считать, что оптимизацию автономной стоит рассматривать как бы воедино. Но, допустим, я ее рассматриваю как отдельные компоненты. И да, кстати, если вы до сих пор еще мучаетесь в плане отсутствия оптимизации, там, с какими-то проблемами в системе, ну, или же с отсутствием нормальной автономности, для вас есть соответствующее видео по оптимизации HyperOS, которое помогло уже многим пользователям и, соответственно, улучшило как бы общую картину работоспособности устройства. Так вот, я возвращаюсь к автономности. Скрывать не буду, к сожалению, по ней были очень большие вопросы. Устройства могли просто в фоне разряжаться, тут вот, допустим, могло что-то такое висеть странное. Ну, и вот, да, сейчас, если вы посмотрите, у меня почему-то лента виджетов больше всего пожирает батареи. Хотя, при том, при всем, что она у меня вот здесь не активирована. Ну, окей, хорошо, кроме этого экрана. Но так-то, в принципе, она не должна у нас пожирать батарею. И тут могли быть любые сервисы в этой статистике. Многие на это жаловались, многие говорили, как бы писали об этом, обратную связь с разработчиком давали. Но, как вы понимаете, разработчики не с первого раза понимают, что хотят пользователи. Ну, или же наоборот, они понимают, но почему-то не хотят это исправлять. И, конечно, автономность оставляла желать лучшего. И то есть, когда я, допустим, обновляю с MIUI до HyperOS, и как бы помню все те дифферамбы, которые разработчики пели новой оболочке, что вот она лучше, чем MIUI, это там новый взгляд, там это будущее и тому подобное. И тут я получаю проблемы. И как вы думаете, какое же у меня было разочарование, досада была? Да, это как бы все такое было. Но, опять же, разработчики потом в какой-то момент то ли раздуплились, то ли еще что-то, они начали немножечко шевелиться в этом плане и начали выпускать, опять же, как я уже говорил, новые обновления, в которых какие-то моменты начали устраняться. Еще, кстати, заметил такой прикол, что банальным обновлением приложения безопасности можно пофиксить определенные проблемы в плане автономки и добавить новые фишки. Об этом также я уже кучу раз рассказывал на канале, в этом видео повторяться не буду, но хочу сказать следующее, что если вам интересны актуальные обновления стоковых приложений, допустим, там как на безопасность, на рабочий стол, там системную оболочку, на Joyous'у и тому подобное, вы это сможете найти, во-первых, в описании под этим видеороликом, а во-вторых, вы это сможете найти всегда в нашем Telegram канале, поэтому не забудьте на него подписаться. И вот по автономности, как бы то, после MIUI я получил очень большой контраст. Устройство, ну, быстро очень разряжалось, в фоне могло вообще, в принципе, высаживаться в слюни и в мясо, и меня данный вопрос не устраивало. Опять же, со своей стороны я старался отправлять обратную связь с разработчиком, насколько это было возможно, чтобы обратить их внимание на эту проблему, но вот как бы то, только вот сейчас, это у нас сейчас август месяц, разработчики, ну, хотя бы что-то более-менее попытались исправить в плане автономности. То есть, уже как бы мы с вами загибаем пальцы, что по оптимизации было много вопросов, опять же, пытаются исправлять, автономка была очень ужасная, но на сегодняшний день уже как бы можно с этим жить. И третий момент, если у вас проблемы по оптимизации и по автономности, вы можете воспользоваться видеороликом с канала и улучшить работу своего смартфона. И вот получается, мы с вами что имеем на сейчас? Значит, мы помним, что разработчики обещали, мы обновились, оптимизация никакая, автономность никакая, сейчас это все исправляется. И еще один момент, который также следует затронуть, это проблемы обновления. Проблемами обновления я могу назвать следующее. Если вы, допустим, пользуетесь такой штукой, как получается у нас она называется, плавающие окна, или же боковая панель, еще как она называется, тут пропадает возможность слушать YouTube при заблокированном устройстве, или же так называемое YouTube ушко, как его тоже в комментариях как-то окрестили. Но тут, смотрите, как бы проблема не совсем HyperOS и не совсем разработчики, ну, как бы специально это сделали. Это было сделано по просьбе Google, потому что они понимают, что в принципе прослушивание YouTube при заблокированном экране, это больше опция YouTube Premium. И как бы, когда разработчики, там, Xiaomi, там, HyperOS, там, MIUI, позволяют пользоваться какими-то такими возможностями в обход, чтобы, как бы, Google себе дополнительную монету получал, ну, кого это устроит? И поэтому под давлением Google разработчики эту опцию и вырезают. Потому я хочу сказать, что не стоит в этом винить именно Xiaomi. У них другого выбора просто нет, потому что Google монополист на этом рынке, ну, и, конечно же, компании, которые сотрудничают с Google, не хотят от нее проблем. Поэтому вот есть первая такая проблема лично, по моему мнению. Еще по моему личному мнению, какие есть проблемы, это то, что не работала у нас такая тема, как взаимосвязанность какое-то время. Даже не то, чтобы какое-то время, а с первых прошивок. Да, как бы проблема была, проблема была насущной. Опять же, разработчики об этом очень много рассказывали на своей презентации. И вот прикольно, когда ты обновляешься до новой оболочки и не получаешь рабочий этот функционал. Конечно, выглядит смешно, но, с другой стороны, еще и плакать хочется. Но, опять же, вот уже в последних обновлениях, наконец-то, разработчики раздуплились и решили это все добро пофиксить. Еще по некоторым проблемам, которые я мог бы отметить, это, ну, допустим, проблемы с FPS, проблемы с тротлингом, с нагревом. Опять же, как я уже вам рассказывал, что можно попробовать, как бы, поиграться в плане уменьшения тротлинга и нагрева путем обновления Joyeuse. Опять же, каждый для себя, там, принимает решение замораживать, удалять его или обновлять. Если вам нужны стабильные кадры в тех же играх, то вы, допустим, очищаете кэш приложения Joyeuse и у вас вся эта стабильность проявляется. Опять же, это проблемы лично, по моему мнению, на сегодняшний день. Ну и что же, какое же будущее у HyperOS? Мы с вами сейчас уже находимся в середине августа, а это означает, что уже в совсем скором времени нас ожидает, ну, наверное, очень глобальное обновление новой оболочки. Что там нового разработчики привнесут, говорят о многом. Кастомизация, снова оптимизация, там всякие iOS стили недавних и тому подобное. Опять же, я лично жду от новой HyperOS 2.0, так же, как ее называют, именно той стабильности. Потому что зачем выпускать кучу обновлений и при этом не имея стабильности, как бы говорить о том, что вот, посмотрите, как у нас все круто. Нет, так это не работает. Разработчики должны понимать, что пользователям нужен реально стабильный продукт. И чтобы не было какого-то соблазна делать, допустим, unlock, переходить на какой-нибудь там кастом, накатывать там какие-нибудь кастомные ядра, какие-нибудь твики, там root-права, ну и тому подобное. Опять же, то, что я перечислил, каждый для себя сам выбирает. Но лично я уже сторонник и лично пришел к тому, что устройство должно работать адекватно из коробки. Но, к сожалению, бренд Xiaomi пока что к этому еще не пришел. Другие же бренды такие, как там, допустим, я не знаю, Realme, там OnePlus, еще какие-нибудь более такие именитые. Они как бы поняли, что нужно пользователям. А эти, к сожалению, господа еще не поняли. Но, надеемся на HyperOS 2.0, что, возможно, там что-то поменяется. Вот такое получилось несколько, возможно, разговорное видео. Но я считаю, что нужно было высказать свое мнение об этом вопросе. Потому, если я что-то не дополнил, что-то забыл упомянуть, или же вам есть что мне еще дополнительно доказать и рассказать, жду вас в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.